Музыка Веры Один из них – это Антигитрия, путеводительница, ведущая нас ко Христу от греха к спасению. Путь духовной жизни христианина, стремящегося спасти свою душу, тернист и опасен, а потому и нуждается в водительстве. Ко многим святым угодникам Божьим прибегают благочестивые христиане в своих сердечных нуждах, но особенно державной Царице Небесной, Пречистой Деве Марии, покровительству которой и вручают свою жизнь от самой юности и до последней ее минуты. Икона Божьей Матери, которая именуется путеводительницей, или Одигитрией по-гречески, по преданию была написана святым евангелистом Лукой, и даже торжества христианства в греко-римском государстве она находилась в Иерусалиме. Когда же христианская вера восторжествовала, то из Иерусалима путеводительницу перенесли в Царьград, где греческие императоры очень часто ее брали с собой в походы против своих неприятелей и с нею одерживали победы. Списком с нее благословил в XI веке греческий император Константин Мономах свою дочь Анну, выдавая ее за черниговского князя Всеволода. В XII веке сын Всеволода Владимир Мономах перенес эту икону из Чернигова в Смоленск, отчего икона и получила наименование Смоленской. Там она была поставлена в соборном храме в честь успения Богоматери. И там же впоследствии, когда полчища ордынского хана Батыя подступили к Смоленску и намеривались внезапно владеть городом и разорить его, явила свою чудесную благодатную силу. Сейчас прозвучит тропарь Смоленской иконе Божией Матери 4-го гласа в исполнении хора Новодевичьего монастыря. ПЕСНЯ 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 Оказавшись на краю гибели, жители Смоленска собрались в собор, и перед иконой Адегитрии со слезами молились Божией Матери о помощи и заступлении. Горько сокрушаясь, они наложили на себя строгий пост и каялись, исповедуя свои грехи и спрашивая прощения. По повелению Богородицы, мученик Меркурий пошел на битву и умертвил воина Исполина, на которого татары надеялись более чем на весь свой отряд, и поразил Радьбатыя при помощи молниеносных мужей и в присутствии светлой жены, величественный лик которой в ужас приводил врагов, но и сам упал убитым. В XIV веке Адегитрия была перенесена в Москву, но столетиям позже, в XV веке, жители Смоленска попросили вернуть икону их городу. Торжественно с крестным ходом провожали икону из Москвы и, совершив перед ней последнее прощальное молебствие на Девичьем поле, отпустили ее в Смоленск. А позже, неподалеку от места прощания с иконой, был выстроен и до сей поры существует Новодевичий женский монастырь. А теперь послушаем тропарь Смоленской иконе Богородицы на пево Валаамского монастыря. Поет хор Троицы Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Песня. Субтитры создавал DimaTorzok Песня. 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 Это сопутствовало императорам в их походах на врагов. Просвятая Богородица, которая привела этих слепцов в лакерский храм и даровала им прозрение, наставляет на пути стены всех недугущих слепотой и духовную, или угрожаемых ею. Опасность такого духовного омрачения грозит всякому на пути временной жизни. Не даром мы все называем странниками и пришельцами себя в духовном смысле, ибо что такое наша временная жизнь, как не время странствования к Небесному Отечеству? Труден и прискорбен путь, ведущий к небу, ибо усеян он многоразличными искушениями, способными омрачить духовное зрение каждого человека, желающего достигнуть Небесного Отечества, и уклониться в сторону от прямой дороги, ведущей к нему. Послушаем теперь контакт Акафиста перед Смоленской иконой Божией Матери. Избрани от всех родов, небеси и земли царицы, Пресвятый Богородице, Пресвятый Богородице Адигитрии, Яко избавшись от вечной смерти, Благодатию Тебе, Роша Гуся, Христа Бога нашего, И Твоим матерним пред Ним ходатайством, Благодарственное пение приносим в Терапии Твои. Ты же всемилостивая наша заступница, От всяких нас бед и скорбных обстояний Свобождай, И к царству горнему путеводской дозаверим Ти, Радуйся, Богородице Адигитрии, Христиану помагание. Богородица нередко помогает нам в нужных телестах, Но еще с большей готовностью Она желает являть нам свою помощь В нуждах духовных, В деле спасения нашей души. К Прескорбию, прибегающей к Богоматери, Все чаще и усерднее умоляют ее о спасении От бед временных и земных, Чем от вечной погибели, Красящей всякому идущему путем ведущим к погибели, Но не подозревающему по своей духовной слепоте, Что он идет этим путем. Молитвами Богоматери Адигитрии, Торвавшей слепцам прозрение, Да спасет Господь от духовного слепления, И да откроет наши очи, Чтобы мы узрели свет истины, И наставляемые всем светом Непреткновенно, неуклонно Могли двигаться этим путем, Приводящим к вечному спасению. Послушаем еще одно песнопение. Кондак, иконе Богоматери Смоленской, Поет хор Троицы Сергиевой Лавры. ПЕСНЯ 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 Дорогие радиослушатели, на сегодня мы прощаемся с вами. Благодарю вас за ваше внимание. До новой встречи в передаче «Музыка веры». С вами был священник Георгий Галахов. Всего вам самого доброго. Милости Божией. Музыка веры.